добрый день уважаемые друзья сегодня 16 мая специально приехала на дачу буквально на три часа чтобы посадить томаты еще не высаживала потому что у нас подмосковье были очень сильные заморозки до минус 2 и хотела с вами поделиться своим опытом как я высаживаю томаты у каждой хозяйке свой опыт ну и я уже много лет высаживаю томаты не перекапывая грядку в парнике вот такая у меня рука проблема с суставом большого пальца поэтому не очень удобно работать этой отвлеклась и у меня всегда очень высокий урожай томатов два года подряд в 2019 2020 году я выигрывала конкурсы в агроферме партнер и получала призы их семена на хорошую сумму поэтому мне семян вот хватило прям буквально до этого года ничего не покупала в этом году буду сажать и томаты от семена партнер очень люблю томат агафья мой самый любимый сорт мою бабушку звали агафья этот сорт томата детерминатный дорастает до высоты метр двадцать очень обильный урожай длинноплодные томаты очень плотная структура у них очень они хороши в консервировании и для сушки а также я купила в этом году несколько сортов и гибридов от семена алтая и сибирские семена но томаты от семена алтая и сибирские я никогда не высаживала буду смотреть как они себя ведут потому что семена от агроферма партнер несколько лет зарекомендовали себя очень хорошо в подмосковье по крайней мере на моем участке но они очень дорогие я пенсионер не работающий поэтому для меня они дороговаты еще раз повторюсь грядки под томаты я никогда не перекапываю и не только под томаты и под огурцы и под все остальные культуры вот у меня есть такая тяпочка извините вот одной рукой неудобно еще во вторая рука у меня сустав болит в принципе очень мягкая земля потому что все лето под своими культурами я мульчирую почву толстым слоем скошенной травы у меня газон и скашиваю и укладываю сюда прям толстым слоем либо прям свежей свежей травы либо такой перепревший горячей травы главное близко к стеблю не укладывать эту траву и еще одна особенность сейчас я буду когда высаживать покажу я помидоры не заглубляю я наоборот их сажаю на горочки тем самым почва хорошо прогревается и внизу если глубоко сажать высаживать томаты то есть может томат заболеть и корневой гнилью а когда я сажаю практически на поверхности и засыпаю сверху грунтом томат то вот они прекрасно растут и вообще никаких проблем на 6-метровую теплицу лучше разместить около 12-13 кустов томата в прошлом году мне хотелось попробовать много новых сортов и поэтому вот на грядку 6 метров запихнула 16 кустов томата конечно это очень густо и сейчас если у меня например два кустика одного и того же сорта я буду высаживать их в одну лунку и выращивать в один стебель лунки я подготовила как раз вместилась на 6 метров 12 лунок и они не глубокие сейчас я подготовлю жидкую подкормку пролью каждую лунку и немножко еще засыплю землей потому что лучше чтобы корневая система томатов так как они еще такие молоденькая корневая система слабенькая чтобы она не соприкасалась с этой подкормкой немножечко засыплю землей и уже практически там будет ну может быть чуть пониже чем уровень основной грядки буду высаживать томаты сейчас я буду готовить жидкую подкормку то есть первое время для томатов для их роста наращивание корневой системы необходим фосфор и калий я не пользуюсь для томатов или клубники минеральными удобрениями пользуюсь органическими и в качестве фосфора всегда использую костную муку вместо кальция обычно используется зола но я к золе отношусь очень аккуратно потому что она сильно защелачивает почву сначала может сделать ее щелочной а потом может грунт уйти и в кислую сторону поэтому просто золу я стараюсь на участке не использовать надо использовать золу только в жидкой форме и добавлять туда 9 процентный уксус такую подкормку я использую уже достаточно давно но и недавно еще посмотрела на канале семена алтая виктория точно также предлагает высаживать томаты и мне это очень приятно то есть я всегда правильно делала вот у меня костная мука раствор буду готовить на 10 литров отлила из ведра 5 литров и оставила в ведре только 5 литров поэтому мы сначала готовим такой маточный раз затем я добавлю оставшиеся 5 литров в это ведро когда уже раствор будет полностью готов набираем 4 стакана золы и сюда добавляем девяти процентный уксус сейчас пойдет реакция будут такие выходить газы добавляем уксус до тех пор пока не прекратится этот процесс выделения газов добавляем понемножку смотрите видно или нет видите как все болькает там само собой сейчас еще добавляю какая реакция помешаю иногда уходит на это и около стакана уксуса у меня к сожалению вот остатки были здесь дома так смотрим реакция практически уже прекратилась уже таких буллик нет сейчас чуть-чуть еще добавлю как все на что-то булькает еще но тогда все вылью сейчас перемешаем следующие костную муку добавляем в два раза больше чем залу то есть если зал и у нас было четыре стакана костной муки добавляем 8 стаканов я померила в тазик 8 стаканов костной муки чтобы и мне было легче и ваше время не отнимать все перемешиваю такой же подкормка я подкармливаю клубнику сейчас она набирает бутоны как раз вот фосфор калий ей необходим еще раз повторюсь если под клубнику насыпать просто залу зал а сразу подшелачивает землю а клубника любит чуть кислую почву так теперь выливаю остатки 5 литров в это виду удалили до 10 литров и теперь вот подготовленного этого коктейля надо будет вылить под томаты примерно ну где-то две трети стакана ну или стакан пойду все выливать хорошо чтобы не взяли сегодня с собой кота семена а то как бы он реагировал на костную муку и вы знаете лучше наверное взять вот такой ковшик потому что внизу очень большой осадок получается поэтому лучше вот так перемешивать и поливать по пол ковшика жидкость в лунках вся впиталась теперь я возьму микоризу и добавлю ее немножко вот в этот грунт который у меня сверху который я буду немножко засыпать вот эту лунку понемножку по щепотке кори за также улучшает развитие корневой системы ну вот и теперь видите темненькая такая рыженькая это я насыпала микоризу сейчас я ее перемешаю вот так с грунтом и сверху засыплю ну слоем где-то примерно около двух трех сантиметров и у меня здесь практически лунки не остается автомат я буду в принципе сверху ставить вот так я разложила томатики и если у меня по две штуки одного сорта или гибрида я их высаживаю в одну лунку и буду их вести в один стебель они будут сильные будет много плодов видите у меня вот здесь и вот там еще то есть я к стеночке ставлю по две штучки сейчас буду их высаживать все уж меня извините одной рукой не очень удобно то есть я вот так ставлю не заглубляя здесь есть луночка но она не глубокая совершенно то есть вот так ставлю и засыпаю вот для чего я это делаю то есть сейчас немножко приживется корневая система я кучу этот томат и у него будет здесь вот вот такой как бы возвышенность горочка вот такая а между томатами я буду укладывать здесь будет толстый слой мульчи то есть скуршенной травы газонной будет толстый слой и благодаря этому я всегда с очень большим урожаем томата только еще обратите внимание когда вы отрываете вот например нижние листики никогда в этот момент не углу не заглубляйте не опускайте вот эту ранку в землю то есть у вас томат может заболеть очень большая вероятность что он заболеет корневой гнилью вы сначала оторвите этот листик как я сделаю вот оторвите а через несколько дней когда вот эта ранка заживет тогда уже можете там опускать в землю то есть у меня такое было такие ошибки я делала и терял атомат тогда я вижу что он завидает завидает я обрезала верхушку ставила в банку с водой давали корни опять заново сажала томат то есть еще раз повторюсь когда листик обрываете здесь открытая ранка не опускайте эту ранку в землю пусть лучше подсохнет а потом уже вы окучите вот так я сейчас сюда делаю одну сторону уже посадила то есть там высокие у меня томаты к северу все ниже 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 и там совсем малышки на юг все томатики я высадила сейчас пролью под каждый корень просто воды из солейки и очень уже муж торопит уезжаем перееду на дачу уже в пятницу и тогда уже буду их облизывать не успела даже подписать просто стаканчики перевернула у меня еще здесь автоматический полив потом протяну приеду вот спасибо всем за внимание всего доброго до встречи и если у вас осталась подкормка после томатов то ей можно воспользоваться и подкормить наши клубнички землянику садовую клубника скажет вам только спасибо